МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соблюдение в Карачао-Черкесии экономических санкций на ввоз в Россию определенных видов сельхозтоваров из ряда стран и меры контроля за ростом цен на продовольствие обсудили сегодня в Думе правительства. Сообщение проходило под председательством первого вице-премьера Эльдара Байчорова. Мадина Каракетова подробнее. Запрет на ввоз товаров и сырья из Норвегии, США и страны ЕС стал ответом на санкции, наложенные на Россию. Речь идет в основном о сельхозпродукции. В списке запрещенных на ввоз мясо крупного рогатого скота, домашние птицы, свинины, морепродукты, за исключением некоторых видов, молочная продукция, овощи, фрукты и так далее. В принципе, большинство из этого перечня России, а в том числе и регионы, могут производить и производят сами. И, видимо, поэтому за два месяца с наложения санкций в Карачаево-Черкесии не было случаев ввоза запрещенной продукции. Но, тем не менее, необходимо быть готовы ко всему. Ответственность за осуществление контроля по недопущению ввоза и перемещения продукции из указанных стран возложена на Россельхознадзор. Руководитель регионального управления Исмаил Айбасов указал на необходимость дежурства экспертов Россельхознадзора и ветеринарной службы на стационарных постах ГИБДД, а также проведение постоянных проверок не только возимого груза, но и складов. При обнаружении запрещенного товара просто утилизировать его, а нарушителя наказывать по всей строгости закона. Назначить место для утилизации незаконно введенной подконтрольной продукции. Направить обращение в органы судебно-власти республики с просьбой организовать оперативное рассмотрение дел, с последующей его, если признают продукцию неизвестного происхождения, в целях дальнейшей утилизации. Руководитель Россельхознадзора в Карачево-Черкесии обратил внимание и на ряд важных нюансов относительно товаросопроводительных документов. Первый заместитель председателя правительства Альдар Байчуров предложил руководителям Россельхознадзора и ветеринарной службы продумать варианты межведомственного сотрудничества, в том числе и с правоохранительными органами. Присутствовавший на совещании представитель управления экономической безопасности Казим Бабоев проинформировал, что эта работа отчасти уже налажена. В данном случае нашли обвинения уже. И в соответствии с документацией ни одна машина сельхозпродукцией не выявили. Не выявили нарушение нормативного акта, запрещающего ввоз продукции из указанных государств и проверки ветеринарной службы. Руководитель Роспотребнадзора Сергей Бескокотов обратил внимание участников совещания на сложности, которые надзорным органам, контролирующим безопасность продукции, чинит 294-й федеральный закон, регламентирующий контроль за индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Он предложил Народному собранию внести в Госдуму предложение по снижению требований данного закона. Мало того, что мы проверяем предприятия пищевой промышленности и общественного питания, торговли один раз в три года, мы обязаны еще за три дня до проверки уведомить письменно руководителя этого предприятия, что проверка будет проведена по таким-то показателям. Естественно, то качество проверки снижается, признак неожиданности проверки тоже самое уходит. Но проверки Роспотребнадзора выявили рост цен на ряд продуктов, подытожил Сергей Бескокотов. И это стало второй темой совещания. В республике применяется комплекс мер, направленных на оптимизацию цен, в особенности на продукты социального значения. Исполняющая обязанности министра по экономическому развитию республики Инна Брунская обнародовала результаты исследований, из которых следует, что цены на продукты в Карачаево-Черкесии не выше, чем в других регионах СКФО, за исключением цен на сливочное и подсолнечное масло. Но при этом было подчеркнуто, что благодаря программе по развитию мясного скотоводства мясо в Карачаево-Черкесии стоит гораздо дешевле, чем у соседей. Подорожал картофель. По словам министра сельского хозяйства Ахмата Семенова, это оправдано, поскольку урожайность невысокая. В прошлом году с гектара земли собирали до 30 тонн картофеля. В этом, на отдельных полях, урожайность доходит до 20 тонн. А так аграрии не получают и 15. Я считаю, что цена 15-17 рублей, по их урожайности, я считаю, что это очень справедливо на сегодняшний день. Но другое дело, уже наша задача на этих выходных в Адгихабрском районе, в других районах, не дать перепупщикам использовать эту ситуацию и так далее. Эльдар Байчуров рекомендовал Министерствам сельского хозяйства и экономического развития постоянно мониторить цены на продовольственные товары, в особенности местных производителей. Проконтролировать качество продукции, цены на товары и продукты первой необходимости помогут и районные ярмарки. Чаще их проводить и призвал первый зампредседателя правительства. Каждые субботы, воскресенье, или это будет пятница, суббота, два дня в районе должна проводиться какая-то местная ярмарочка, выставка. Этот опыт есть уже, вон Зеленчугский район там проводит, соответственно, там в каждом селе практически каждую среду, как-то в каждом населенном пункте проводят. Но вы ее помогите им, посодействуйте, с районами взаимодействуйте. И вот тут, вот тут на этом рынке, вы каждого сельскостоваропроизводителя знаете, и вы тут можете всегда отслеживать именно изменения цен, соответственно, промониторить это. Пожалуйста. Подводя итоги совещания, Эльдар Байчуров поручил Россельхознадзору, Ветеринарной службы и МВД Республики представить план совместной работы. А Минсельхозу и Минэкономике принять все меры по оптимизации цен на продукты питания, в первую очередь социально значимые и поддержки социально незащищенных слоев населения. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. О том, как экономические санкции отразились на жизни людей, мы решили сегодня узнать у самих жителей республики. Естественно, цены, сказываются цены на базаре, в магазинах, цены повышаются. Особенно на картофель. И на овощи, и на фрукты. Я пока не заметила. Я хожу на рынок, хожу в магазин, особо ничего не заметила. Все нормально. Думаю, что нет. Думаю, своих продуктов у нас в России хватает. Независимо от той же Америки, от той же Европы. В принципе, это не может быть у нас. Лично, по моему мнению, может быть, они от нас зависят, но никак не мы от них. А как вы считаете, насколько правильно введение ответных санкций нашей страны? Правильно, по-любому. Не зря еще Александр Невский говорил, что к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Как к нам, так и мы к ним. Я думаю, реакция очень даже адекватная. Ну, как обычно, все дорожает. Что-то дешевле, что-то дороже. Разницы сильно никакой я не вижу в этом. Санкции, санкциями, но мы у нас сейчас, сельское хозяйство тоже неплохо развито. Своей продукции хватает, хоть она чуть дорожная, но зато качественная. Так что нам извне ничего не надо. Россия всю жизнь кормила всех. И сейчас мы и себя, и других прокормим. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. В основном, эту культуру выращивают на полях Адагихабльского и Прикубанского района. По словам селян, средняя урожайность составила 550,7 гектара. На сегодняшний день урожай собран на площади более 800 гектаров. 32 тысячи тонны сладкого корнеплода уже сдано на переработку в Карачево-Черкесский сахарный завод. В сентябре в туристический поселок «Романтик» всесезонного комплекса «Архыз» начали ходить рейсовые автобусы. О том, из каких городов теперь напрямую можно приехать в самый романтичный поселок страны, расскажет Светлана Акбаева. Всесезонный туристский рекреационный комплекс «Архыз» стал еще доступнее для всех желающих провести здесь свой отпуск или выходные. Речь идет о туристах и жителях республики, не имеющих собственного транспорта. Теперь рейсовые автобусы идут прямо в туристический поселок «Романтик». Пятигорск, Минводы, Черкесск «Романтик». Водитель рейсового автобуса Владимир Бабаянс только что прибыл в курортный поселок. Туристам очень удобно. То ездили только до «Архыза» и оттуда добирались. То есть приходилось или отсюда машину вызывать с «Романтика», или добираться как попало. А сейчас машина идет прямо сюда. Комплекс есть, горы есть, воздух есть. Иначе люди будут. Сейчас те рейсы, которые проходят, они нужны. Ими будут пользоваться. Причем все, кто захочет приехать сюда посмотреть, это достаточно бюджетный вариант. Лучше, чем, скажем так, такси, потому что такси здесь не сильно развиты и достаточно высокие цены. Поэтому посмотрим, как это все будет выглядеть потом. До самого поселка «Романтик» продлеваются уже действующие автобусные маршруты от Кисловодска и Сентуков, Пятигорской и Минеральных вод, а также от станицы Зеленчукской. Автобусы будут ходить ежедневно. Кроме того, обустроена остановка и разворотный круг. Со временем на территории курорта возможны строительства автовокзала. Как отметит заместитель генерального директора курорта Северного Кавказа по региональному взаимодействию Сулейман Вагапов, запуск прямого автобусного сообщения будет иметь большое значение для развития Архиза. В день выполняется по качеству рейса. В планах мы эту линейку расширим по Ставропольскому направлению. Планируем сейчас переговоры по линии Новочеркасск-Ставрополь. Я думаю, до конца года у нас и с той стороны пойдет автобус. А со следующего года, если наши планы творятся в жизни, с учетом того, что у нас идут переговоры в этом плане с черкесскими автовокзалами, мы можем выйти и на другие города России, типа Ростов, Поволжен. Стоимость проезда утверждается в соответствии с законодательством и республиканским управлением по тарифам и ценам. И, как говорят в Министерстве промышленности Карачао-Черкесии, тариф по перевозке пассажиров ниже, чем в Ставропольском крае. К примеру, доехать из Кисловодска в Романтик можно за 361 рубль. По транспортному обслуживанию поселка Романтик на сегодняшний день организован маршрут Кисловодск-Архиз-Романтик. То есть продлен существующий маршрут, открытый еще в 2007 году до Архиза. На сегодняшний день этот маршрут обслуживает и сам поселок Романтик. А также маршруты Архиз-Ставрополь, Архиз-Невиномыск, Архиз-Минводы. Более того, на сегодняшний день через Зеленчукскую осуществляется перевозка пассажиров по маршруту Черкесск-Москва. То есть отдыхающие могут прибыть на автобусе как с соседних регионов, так и с городом Москвы. На курорте успешно завершилась летняя программа Архиз-Парк, но он активно работает в межсезонье. В КСК называют цифру в 50 тысяч гостей только за лето и первый месяц осени. А на эту зиму планируется более чем двукратное превышение показателя прошлого горнолыжного сезона, когда на Архизе отдохнули 35 тысяч человек. И здесь немаловажную роль сыграет транспортная доступность курорта. В Черкесске идет реконструкция трех жилых домов, находящихся по улице Первомайской. В середине лета начались работы по штукатурке и покраске зданий. Также были отремонтированы кровли, благоустроенные балконы. Все реставрируемые дома приведены в единый архитектурный стиль, что не осталось незамеченным для горожан и гостей республиканской столицы. Помимо проделанной работы, мэрия города также займется улучшением ландшафта парковой территории. Будут убраны старые насаждения, запланирована обрезка и очистка деревьев. Появятся новые клубы. По поручению мэра продолжаются работы по реконструкции улицы Первомайской. В настоящее время отремонтированы дом Первомайская 27 и Первомайская 29. Приводится в единый стиль отремонтированной кровли, фасад. В единый стиль приведены балконные ограждения. Эта работа будет продолжаться дальше. Сейчас заканчивается дом, будет тоже реконструирован. Проведен капитальный ремонт фасада. И на следующий год продолжение этих работ планируется. И вот что мы расскажем во второй части нашей программы. Традиционным айранами хлебом с солью на границе Карачао-Черкесии встретили ведущих актеров Театра Луны. Гости представят нашему зрителю свой спектакль. Слово Лермонтова живет. В 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича в КЧГУ прошел конкурс лучшего чтеца произведения великого классика. Рвется из рук на упрямую птицу похожий. Даже век высоких технологий современные мальчишки продолжают запускать в облака бумажного змея. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале Россия. Новая коллекция «Осень-зима» от итальянского бренда Борелотта. Теплые и практичные модели. Яркие и стильные комплекты. Акция «Больше вещей. Выгоднее покупка». Только с 1 по 20 октября скидки растут с каждой вещью в чеке. Подробности акции у продавцов-консультантов. Премиал. Красота и свежесть каждый день. Центр хорошего слуха «Радуга звуков» представляет слуховые аппараты. Цифровые технологии позволяют почувствовать новизну окружающих звуков. Специалисты центра помогут в выборе слухового аппарата, максимально обеспечивающие индивидуальные требования. Город Черкеска, улица Ленина, 85. Аптека «Русь». Мы в прямом эфире продолжаем выпуск. Сегодня по всем законам кавказского гостеприимства прошла торжественная встреча труппы Московского театра «Луны». В республику они привезли свою визитную карточку. Спектакль «Ночь нежна». Главные роли исполнят Анна Терехова и Максим Щеголев. Подробности в репортаже Екатерины Семеновой. Выбор места символичен. Граница Карачаева-Черкесия с Тавропольского края. Ведь гостей принято встречать у порога. Торжественная часть началась с зажигательных национальных танцев ансамбля «Снежные вершины» под руководством Мурата Бабуева. И продолжилась с приветственным словом директора Карачаевского театра Руслана Гачияева с традиционным угощением, национальным напитком айраном и с хлебом с солью. Я хочу вам пожелать столько добра и счастья, сколько воды стиха и седут вершин нашего Эльбруса. Пока спектакль Столичного театра проходит в рамках обменных гастролей по федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018 годы». 3 октября жители республики увидят на сцене блистательную игру главных героев постановки «Ночь нежна» Анны Тереховой и Максима Щеголева. «Такая телеграмма зрителей, небольшое, я бы сказал, воззвание, чтобы все-таки люди понимали, что есть вещи, которые у тебя есть, и они тебе дороги. И вдруг может произойти какое-то событие или встреча, которая может показаться тебе более важной, чем то, что ты имеешь. Надо очень хорошо подумать и надо сберечь. Ценить то, что есть, да? Потому что нечасто то, что нам приходит, это от Бога, бывает от Лука. Спектакль у нас идет давно. Он, знаете, такой, как визитная карточка нашего театра, театра Луны. О любви, может быть, даже и каком-то предательстве, о верности. Так в рамках обмена 10 ноября Карачаевский драматический театр покажет жителям Москвы дренегреческую пьесу «Электро» по мотивам произведений Сарфукла и Схила. Екатерина Семенова, Малей Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Тайкубанский район. В Качегу имени Умара Алиева прошел конкурс лучшего чтеца произведения Михаила Лермонтова при мероприятии, приуроченных 200-летнему юбилею со дня рождения Михаила Юрьевича, которую страна будет отмечать 15 октября. О наследии классика и о том, что близко современному читателю, расскажет Ахмат Халкичев. Он своим великим вкладом в русскую, да и в мировую культуру вписал себя в число бессмертных, говорили на мероприятии. Михаил Лермонтов писал о любви, о долге, о патриотизме и поэтому его произведения актуальны и сегодня. А читателю на Кавказе его творчество особо близка. Лермонтов любил наш край и воспевал его красоты. И может быть, благодаря именно ему Россия узнала Кавказ с другой стороны. Он воспел мир то, что горцы не могли сказать сами. И он нам, всем горцам, еще и показал новую красоту нашего Кавказа. Тематика произведений, выбранных конкурсантами и то, с каким чувством они их читали, в очередной раз всех убедили, что слово Лермонтова живет. Также переводы стихов и поэм классиков прозвучали на разных языках, в том числе и на языках народов Карачаева-Черкесии. В конкурсе помимо студентов принимали участие учащиеся школ Карачаевска. В этот день Лермонтова читали и иностранные студенты Института филологии КЧГУ имени Умара Алиева. Про любовь мне сладкий голос пел, чтобы вечно надо мной, чтобы вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел. Хорошо, что мы слышим это слово до сегодняшнего дня. Можем его повторить на разных языках. Мы видим, как блестят глаза у студентов первого курса, пятого курса. Мы видим, как воодушевляет их Лермонтовское слово. Поэтому мы всем вам благодарны, тем, кто несет это слово на современную жизнь. На вечере также отметили, что кроме великого дара поэта и писателя, Михаил Юрьевич был художником, создавшим более десятка картин маслом, более 50 акварельных работ свыше 300 рисунков. Он был одарен удивительной музыкальностью, играл на скрипке, на фортепиано, пел, сотенял музыку. И всех участников конкурса в этот день наградили ценными подарками и грамотами. Ахмат Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Черкесске небо на несколько часов окрасилось яркими красками. Это школьники республиканской столицы приняли участие в ежегодных городских соревнованиях по запуску воздушных змеев. Причудливые конструкции летательных аппаратов изучал наш корреспондент Радмир Джабабов. В этот день в небе парили яркие, цветные и удивительно красивые воздушные змеи. Они воплощали в себе всю любовь мальчишек к своему увлечению. Можно было только поражаться, с каким мастерством ребята управлялись с выполненными собственными руками змеями. На соревнования были допущены учащиеся школы Черкеска, которые были разбиты на команды. Им было необходимо принять участие в трех турах. В первом запускались плоские змеи, во втором – коробчатые, а в третьем – самый сложный вид – экзотические. Это традиционные мероприятия, они уже настолько давно проводятся, что это еще в советских времен осталось. Победители этих соревнований, у нас еще и республиканские соревнования по подобным видам. Вот они, как правило, весной проходят, в мае месяце. Вот победители этих соревнований, они пойдут на соревнования республиканского уже уровня. Организаторам и участникам соревнований пришлось немного понервничать из-за отсутствия ветра на момент начала мероприятий. А в этом деле именно от него зависит больше половины успеха. Но никто не терял надежды и не зря. В течение часа подул легкий ветерок. На первый запуск был как бы хорошо летал высоко, а сейчас что-то полетел. Он был сломан, мы быстро его подчинили, я думаю, может еще из-за этого быть. Амаля и его сверстников этому делу обучают не только в специализированных образовательных центрах, но и в школе на уроках технологии. Знания, полученные на этих занятиях, помогают им развивать мастерство по изготовлению и запуску воздушных змеев. Результатами соревнований я доволен детворой 11-й школой. Они прекрасно выступили на соревнованиях, молодцы. Также выступила хорошо у нас 17-я школа и у нас есть СКШ номер 8 школа. Тоже прекрасно. Они призеры прошлого года и в этом году призеры этих соревнований. Я в принципе доволен этими соревнованиями. После завершения соревнований еще долгое время высоко в небе парили воздушные змеи. Ребята с таким увлечением наблюдали за ними, что порой казалось, если их не остановить, то они готовы были заниматься своим любимым увлечением несколько дней подряд. Радмир Джабабов, Алибек Кишеров, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Черкесске переменная облачность, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 плюс 5, днем 13-15 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова